Западное монашество. По сравнению с монашеством на Востоке, жизнь монахов в Западной Европе значительно отличалась. И отличалась прежде всего в том, что запустение и общий феодальный разброд, который был в Западной Европе, повлиял и на монастыри. В монастырях начинается запустение. В Западной Европе не было таких хороших климатических условий, как на Востоке, поэтому с самого начала монахи жили в монастырях, общежитиях. И именно вот эти монастыри как раз где-то к X веку совершенно забыли о уставе Бенедикта, который был с самого начала. И в очень многих случаях западное монашество представляло собой весьма печальную картину. Вот в 909 году, например, прилаты Реймса, служители, которые пришли в Реймс, описывают состояние, которое они застали. В летописи описано так. Сильные угнетают слабых, бедные униженные, а церковь лишают ее собственности. Люди, как акулы в море, пожирают друг друга. Что касается монастырей, то некоторые были разрушены до основания, а другие полностью разграблены. Оставшиеся монахи не следуют никаким правилам, у них нет настоящих настоятелей. И они вынуждены подчиняться светским феодалам, которые занимают покои аббатов вместе со своими женами и детьми, солдатами и собаками. Весьма печальная картина. Но за упадком следует и обновление. Господь никогда не оставляет свою церковь, даже если она далеко отходит от истины. За упадком начинается обновление, и одно из самых ярких проявлений этого обновления было появление клюнийского движения. Начинается оно с того, что в 910 году герцог Вильгельм Аквитанский основывает монастырь Клюни в Бургундии, который не подчинялся местным феодалам. Главой его был назначен аббат Верно. Вообще, надо сказать, что в Западной Европе, да, собственно, не только в Западной Европе, вообще в то время, в Средневековье, люди очень ревностно оценивали состояние монастырской жизни и очень ревновали о том, чтобы монастырская жизнь была на высоте, чтобы монахи оставались серьезными, хорошими монахами. Почему так? Не потому, что они очень любили христианство или очень высоко оценили духовность, тем по другой, очень простой причине. Дело в том, что монастыри рассматривались как места, где люди постоянно молятся за народ, во-первых, а во-вторых, молятся более конкретно за спонсоров. И поэтому феодалы и вообще люди знатные всегда были очень заинтересованы в том, чтобы монастыри были на должном уровне. Они инвестировали в монастыри для того, чтобы те молились о них и молились за них даже тогда, когда они умрут. Особенно перед смертью многие давали большие вклады в монастыри именно с расчетом на том, что вот я умру, и вот за меня будут молиться, и мне тогда будет немножечко получше. Ну то есть приобретайте себя, друзей, богатством неправедным. Вот так исходили в своем мировоззрении люди в те времена. Надо сказать, что, может быть, они не сильно даже и ошибались, хотя слишком примитивно воспринимали христианство и молитвы. Но, во всяком случае, надо сказать, что люди мирские и феодалы часто больше ревновали о духовной жизни монастырей, чем сами церковные прилаты или церковное руководство. Во всяком случае, вот Вильгельм Квитанский перед смертью дает завещание о том, чтобы основать монастырь такой, который бы уже теперь не подчинялся местным властям, а навсегда дает такое завещание, чтобы он навсегда подчинялся только папе римскому. Так возникает аббатство Клюни. Клюни, сначала это был один монастырь в Клюни, а потом появилась целая система таких же монастырей, которые подчинялись одному аббату, главе, который находился в Клюни. Монастыри уже находились в разных местах. Вот при завещании Квитанский владыка пишет так, «В этом документе мы оговариваем, что монахи Клюни всегда будут свободны от нашей власти, от власти наших родственников, от юрисдикции Его Королевского Величества и никогда не будут находиться под игом любой земной власти». То есть это была попытка освободить вот от этого произвола, который в то время существовал, и дать возможность монастырям развиваться нормально. И действительно, очень скоро возникает целое движение, целое объединение монастырей под руководством Клюнийского аббата. В конце XI века уже было больше тысячи монастырей во Франции, в Германии, в Западной Европе, которые входили в это объединение. До этого времени, до Клюнийского движения, каждый монастырь был независим или находился под управлением какого-то местного владыки, местный феодал, местный сеньор управлял. А вот в Клюнийской конгрегации аббат Клюний назначал аббатов других монастырей, или они добровольно ему подчинялись, сами входили в это подчинение. Таким образом, возник, собственно, впервые, возник централизованный орден, монашеский орден, который очень тесно сотрудничал напрямую с Папой Римским. И, во-вторых, его идея была в том, чтобы восстановить настоящую духовную жизнь. Именно из очень практических целей, с точки зрения феодалов, чтобы за них молились. Началась реформа монашеской жизни. Эта реформа проходила в разных направлениях. В X веке, после вот такого падения глубокого, идет реформа в разных направлениях, но большую очень роль в этих реформах играет человек, который вошел в историю с именем Петр Дамиани. Петр Дамиани. Это человек, который вступил в Бенедиктовский монастырь, то есть монастырь, который был организован по уставу святого Бенедикта. Это старинный устав, который был забыт к X веку, но в XI веке, когда Петр Дамиани поступает в этот монастырь, его снова пытаются реанимировать, восстановить этот устав, и снова начинать жить по нормам, реальным нормам монастырской жизни, полностью посвященной Христу. Этот монастырь очень скоро стал образцом для других монастырей. Через 8 лет, как туда поступил Петр, он стал настоятелем этого монастыря и стал очень влиятельной фигурой в западном монашестве. Он был назначен епископом, епископом Ости большого района в Западной Европе, кардиналом, то есть тем, кто выбирал папу римского, это особо привилегированный класс епископов. Стал заниматься очень много политическими вопросами, примерял пап, королей. В это время как раз появилось два папы, и возникла очень сложная ситуация в Западной Католической Церкви, когда было два руководителя, одного поддерживала одна группа феодалов и королей, другого поддерживала другая группа. И вот как раз Петр Дамиани в этот период антипап очень большую роль играет, старается примирить и как-то найти выход из этого создавшегося положения. Он первый сформулировал тезис, что философия служанка теологии. Он был настоящим богословом, который очень много сделал для развития богословия. И в то же время человек, который очень превозносил не только богословие, но и вообще возможности Бога. То есть это был настоящий антирационалист. То есть он не мыслил стандартными земными категориями, а допускал абсолютно невозможное. Например, в своих богословских работах он считал, что Бог вообще ничем не ограничен, никакой логикой, не ограничен никаким здравым смыслом. То есть Бог может абсолютно все. Мы понимаем, что Бог может все, но при этом мы понимаем, что Бог может все в рамках своей собственной природы. Он не может сделать квадратный треугольник, он не может не быть, не существовать. И если он вызвал этот мир к бытию, он уже не может его не вызвать к бытию. У него было только две возможности – либо создавать этот мир, либо не создавать. То есть мы оцениваем Бога в рамках аристотелевой логики, с позиции здравого смысла. Стандартно христианство так оценивает. Позиция Дамиани была другой. Он считал, что Бог может абсолютно все. Он первый, собственно, начал развивать этот тезис, включая, например, чтобы сделать то, что было, на самом деле небывшим. Сделать бывшее небывшим даже может Бог. Если какое-то происшествие было, он может не просто стереть его с памяти, он может его вообще удалить из реальной истории, что оно никогда не было на самом деле. То есть это абсолютно все может Бог. Даже идти в противоречие своей собственной природе, потому что его суверенность, его верховенство настолько подчеркивалось в Дамиане, что это, собственно, даже превосходит любые здравые рассуждения, любые здравые понимания. При этом он был не только богослов, антирационалист. Он был еще и аскет, настоящий монах, аскет, который проповедовал самобичевание. И причем, поскольку человек Запада, с таким более юридическим, точным, практическим мышлением, он разработал особую систему покаяния, по систему аскетизма. И покаяние могло быть даже выражено в каких-то количественных показателях. То есть за каждый грех назначался специальный элемент покаяния, время покаяния, или можно было заменить его денежным эквивалентом покаяния. Ну, вот, например, за один год покаяния можно было внести 36 талеров для дворян, а для крестьян 4 талера. Это заменяло год покаяния. Или можно было заменить этот год покаяния 3000 ударов плетью, самого себя бить, при чтении 30 псалмов. Все очень четко, ясно расписано. Только выполняем. Можно было и увеличить эту норму, если было желание и усердие. То есть возникает целое движение, флагеландство так называемое, движение бичующихся. Это очень строгая аскеза, флагеландство практикует, и сам Дамиани практиковал как раз эту аскезу. Очень строгая аскеза, которая предполагает самобичевание, очень жесткое питание, очень скудное питание, буквально хлеб и вода. Ну, не только воздержание от всяких интимных отношений с женщинами, но даже разговаривать с женщинами нельзя было во время этой строгой аскезы. То есть никаких абсолютно контактов. Спать можно было только на соломе. То есть очень серьезная, очень жесткая система, которая позволяла человеку войти в какое-то трансцендентное состояние, состояние некоего транса, когда он отключался от этого мира. И надо сказать, что это движение было достаточно популярным. Ну, не знаю, что оно было массовым, но было достаточно много приверженцев, которые очень серьезно относились к флагеландству, к самобичеванию и практиковали усмирение своей собственной плоти. Это в основном западное движение, но оно было известно отчасти и потом распространялось и на Востоке. Так, несмотря на крайности, которые были в монашестве, монашество все-таки было реформировано и оно вернуло христианству, во-первых, благовестие, потому что именно монахи стали в основном благовестниками в эти средневековые времена, и, во-вторых, вернуло христианство к богословию, обратило к богословию. Фактически все основные богословские разработки в этот период совершаются исключительно монахами-богословами. Так строилась внутри церковная монашеская жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова